Привет, друзья! Знаете, сколько машин продала Хонда в России в самом удачном для себя 2008 году? Больше 89 тысяч. А теперь тиражи не дотягивают и до 2 тысяч. Ну, не мудрено, потому что сейчас марка выживает у нас силами всего двух моделей. Большого кроссовера-пилота и среднеразмерного CR-V. Оба поставляются из Штатов, ну и стоят соответственно. Это первая причина, конечно же, невеликого спроса на них. Но CR-V, который недавно обновился, мы взяли на тест еще и по другой причине. Хочется узнать, действительно ли только стоимость отпугивает покупателей. Или все-таки видят они что-то такое в машине, из-за чего отдают предпочтение конкурентам. Изменения на полноценный рестайлинг, конечно, не тягнут. Так, легкое освежение к очередному модельному году. Спереди изменились решетка радиатора и бампер. Тут все просто. Раньше хрома было больше на решетке радиатора, теперь больше на бампере. Единственное, что я надеюсь, что хромированная вставка подготовлена к встрече с российскими реагентами. Потому что внизу она будет, естественно, собирать на себя все прелести российских дорог. И будет обидно, если она утратит презентабельный вид через год, два, три. Сзади изменений практически столько же. Тоже изменился бампер. Фонари остались теми же, но теперь они затонированные. И хромированная полоса между ними тоже выполнена не в ярком, а в темном хроме. Ну, собственно, вот и все изменения в CR-V 2020 года. К обязательному в России шильдику АВД Honda CR-V предлагает неплохую геометрию. Заявленный клиренс 208 мм. Я измерил, ну, конечно, в полевых условиях, грубо, плюс-минус, но больше 200 там действительно набирается. Штатная защита картера пластиковая, но можно выбрать дилерскую стальную защиту. И, кстати говоря, дилеры предлагают стальную защиту еще и для заднего редуктора. Очень такая нетривиальная опция. Так что, в принципе, съезжать с асфальта на CR-V можно. А на случай совсем уж шлякотной погоды вас выручат грамотно проработанные двери. Они глубоко уходят за пороги, и поэтому тот порог, с которым у вас могут контактировать брюки и обувь, он всегда остается чистым. CR-V поставляется к нам исключительно в полноприводном варианте и с вариатором. Двигателей два. Двухлитровый, 150-сильный и агрегат объемом 2,4 литра, мощностью 186 лошадиных сил. Стартовая цена переваливает за 2 миллиона 300 тысяч, а топовая машина, как у нас, стоит почти 3. И знаете, на машину за такие деньги газовые упоры капота, ну хотя бы один, могли бы поставить. И даже ручная кочерга, такая вот хлипкая здесь, смотрите, во все стороны гуляет. Проблема еще в том, что крышка капота тяжелая, и для какой-нибудь хрупкой девушки долить незамерзайку он может стать достаточно такой нетривиальной задачей. Ну а у нас здесь мотор объемом 2,4 литра, относится он к семейству K24W и сопряжен с вариатором. Клиноцепной вариатор, это собственная разработка Хонды, с доработками он перешел еще с предыдущего поколения CR-V. Агрегат достаточно надежный, но естественно с поправкой на то, что это все-таки не внедорожник, а обычный городской кроссовер. Двигатели семейства K24W появились еще на CR-V первого поколения в 2002 году. Тогда они развивали чуть больше 160 сил, сейчас вот он дорос уже с непосредственным впрыском до 186. А вообще же отдача этого двигателя переваливает и за 200 сил, если говорить о спортивном седании Acura, например, туда он тоже ставится. Ну это так, лирическое отступление. Нынешнему поколению CR-V уже 4 года, но несмотря на это и снаружи, и внутри машину поменяли совсем незначительно. Ну про внешность я уже рассказал, а внутри изменений и того меньше. Единственная переработка это вот этот вот фрагмент центрального тоннеля. Здесь появилась беспроводная зарядка для телефона и два USB разъема с подсветкой. Все остальное, как думают японцы, они сделали еще 4 года назад идеально. Ну в плане эргономики тут наверное действительно мало к чему придраться. В общем все видно, все на своих местах и даже блок кнопок слева под рулем, он в общем-то доступен для глаза, не нужно сильно отвлекаться от дороги. О каких еще фишках Honda можно рассказать? Вот комбинация приборов. С центральной частью все понятно. Это жидкокристаллический дисплей с хорошей эргономикой, очень с хорошей подачей информации. Он не оляпистый и считывается с него все предельно ясно. А вот по краям якобы цифровые указатели температуры антифриза и остатка топлива. Но на самом деле все это достаточно искусная имитация. За счет игры со светофильтрами и подсветкой японцы создали иллюзию, что это приборы искусственные, электронные. На самом же деле там в глубине скрыта обычная стрелка. Такая вот интересная реализация. Есть проекционный дисплей в максимальной комплектации. Реализован он, правда, по такому бюджетному сценарию. Это подъемное стеклышко. Информации на него выводится немного. Текущая скорость, обороты, радиостанция и подсказки навигации. Кстати говоря о навигации. Встроенной навигации в CR-V нет. Но в любой мультимедийной системе есть поддержка протоколов Android Auto и Apple CarPlay. А еще есть тут вот такая фишечка. Называется центр приложений. Мультимедийка базируется на платформе Android. А это значит, что в нее можно скачивать различные программы под эту платформу. И самое интересное, что здесь есть, это, пожалуйста, Яндекс.Навигатор. То есть, если вас не устраивают навигационные программы, которые поддерживаются Android Auto или Apple CarPlay, вы можете скачать самое популярное, я думаю, российское приложение и ездить по нему. Иконку можно вывести на центральный дисплей. Все, что потребуется, это раздавать интернет с телефона на штатную мультимедийку. Потому что встроенного модема в ней нет. Зато, пожалуйста, Яндекс.Навигация.Пробки. Кстати говоря, работает, не тормозит и не зависает. Это к вопросу о том, как работают встроенные Яндексовские системы в некоторых других моделях на нашем рынке. Вот эта реализация получилась гораздо лучше. Но, вот, к сожалению, в Хонде чувствуется недостаток системы активной безопасности. Круиз-контроль обычный. Автоматического управления дальним светом нет. Система контроля мертвых зон и то сделана по альтернативной технологии. Впрочем, вот это решение мне понравилось. Как сейчас становится модным, это есть на корейских моделях появляется, на китайских, на помощь водителю приходит камера. Камера здесь одна, она установлена в нижней части корпуса правого зеркала. И при включении поворотника на дисплей выводится картинка с мертвой зоны. Мне такая реализация нравится больше, чем малопонятные пиктограммы в левом и правом зеркалах. Они начинают паниковать слишком заранее. В городской суете ты можешь безопасно перестроиться, а система тебе говорит уже, нет, нельзя, куда поехал. Здесь же все просто. Камера тебе показывает, сам решаешь. Удобно. Надо сказать, что привыкаешь очень быстро. Я уже за пару дней перестроился смотреть при перестроении вправо не в зеркало, а вот сюда вот на дисплей. Тем более, что на изображении с камеры появляются подсказки линии. То есть есть красная линия, это она вровень с задним бампером машины нарисована. То есть когда перестраиваться ну совсем нельзя. И есть оранжевая, когда машина близко, но в принципе по габаритам вы еще на перестроение проходите. Первую неожиданность заднего сидения Honda CR-V замечаешь по двери. Они распахиваются на непривычно большой угол. И вот закрывать их приходится вот так, сильно тянуться. Для тех, кто ездит с детьми, усаживает их в детское кресло, это будет очень удобно. Второй интересный момент и очень приятный, это запас пространства. Вроде бы типичный среднеразмерный кроссовер, но места для коленей, даже для меня, Рослова, остается очень много. Есть и некоторые архаизмы. Ну, например, заднее сидение не регулируется ни по длине, ни по углу наклона. Оно, конечно, спрофилировано очень хорошо и место, как я уже сказал, в достатке. Но все равно сейчас как-то без этого машина смотрится уже не так. Из дополнительных удобств тут все стандартно. Пара USB разъемов, трехступенчатый обогрев, правда, только подушки. К багажнику CR-V тоже под стать заднему сиденью. Объем у него очень приличный, пол можно установить на двух уровнях высоты. Причем на верхнем, со сложенным задним сиденьем, он действительно образует идеально ровную площадку. Ну, а под полом расположено, к сожалению, неполноразмерное запасное колесо, всего лишь докатка. Как только получил Honda CR-V в пресс-парке, выехал на дорогу и первой же эмоцией было, вау, а какая она тихая. Прям даже неожиданно на уровне премиум класса. Но гладкий асфальт кончился, пошел шершаво и, в общем-то, все встало на свои места. Слабые места здесь типично такие же, какие свойственны другим азиатским машинам. Шум пошел через колесные арки. А вот двигатель начинает явно слышаться только после 3,5 тысяч оборотов. То есть будете наслаждаться его гулом только при совсем уж интенсивном разгоне, например, на обгонах на трассе. От атмосферного движка 2.4 я, если честно, многого не ждал. Да, мощность неплохая, 186 сил, но все-таки не турбомотор и весит CR-V почти тонну 600, не самолет. Но на самом деле двигатель оказался достаточно шустрым и дискомфорт он меня не вызвал ни на трассе, ни в городе. Вот умеют, умеют хондовцы настроить. Вариатор ведет себя, в принципе, типичным образом для современной коробки такой конструкции. При умеренном разгоне он имитирует классический автомат. Здесь у него 7 квазипередач. Но как только вы нажимаете тапку в пол, он уходит на максимальный оборот и зависает на одной ноте. Как говорится, хотите интенсивно, получите максимальные обороты. У Хонды действительно с динамикой все неплохо, ей хватает. Расход топлива оказался на удивление адекватным. Ну, опять-таки, атмосферный мотор, достаточно тяжелая машина, чего тут ждать. В городском и смешанном цикле у меня получилось как под копирку. На литр 200 больше, чем по паспорту. Ну, я думаю, мало кто настолько наивен, что верит в паспортные данные. И тем не менее, в смешанном цикле обещает нам производитель 7,8 литра. У меня получилось около 9. В городе по паспорту Серви должна выпивать 10,3. У меня получилось порядка 11,5. В целом, достаточно вменяемые цифры. Все-таки, чай не турбомотор, не робот, а достаточно прожорливый тандем по нынешним временам. По подвеске назову эту машину, наверное, золотой серединой. Потому что среди остальных машин в сегменте есть две крайности. Одни слишком ватные. У них ватное рулевое, у них большие крены в поворотах, у них плохо держат сидение. Активно ехать, да не то, что активно, а иной раз просто на какой-то нормальной вменяемой скорости проходить поворот не хочется. Потому что нужно будет цепляться за руль, угадывать траекторию и так далее. Есть две модели на противоположном, в конце системы координат. Это Volkswagen Tiguan и Mazda CX-5. Спортивные, отзывчивые, но и жесткие по подвеске. Вот их жесткость мне кажется чрезмерной. На Серви, на мой вкус, идеальный баланс. Энергоемкая подвеска, достаточно отзывчивый руль, острые реакции. И при этом достаточно мягкая, адекватно отрабатывающая ходовая. Вот поездили по проселкам, в том числе на скорости, ни намека на пробой. И отрабатывает подвеска очень тихо. Для наших дорог, кстати, хороший вариант, несмотря на то, что машина идет к нам из Америки, в американской спецификации. Ну и при таких объемах продаж в России наивно было рассчитывать, что хондовцы как-то будут серьезно и целенаправленно доводить машину под наш рынок. Реализация полного привода здесь несколько отличается от того, что предлагают конкуренты. Ну, во-первых, как я уже сказал, моноприводных CR-V в России, в принципе, не продается. Во-вторых, никаких оффроуд-режимов или оффроуд-помощников здесь нет, в принципе. Даже вот на многие моноприводные машины ставят ассистент спуска с горы, который поддерживает минимальную скорость, чтобы машина не заскользила вниз. Здесь этого нет. Никакого оффроуд-режима в трансмиссии тоже нет. Блокировка муфты не предусмотрена, все отдано на откуп электроники. Ну вот у нас тут уже, наверное, с неделю стоит такая сухая погода, грунтовки вокруг подсохли, так что какой-то непролазной грязи мы не нашли. Но по сухому, по слегка размокшему проселку, CR-V едет очень уверенно. Хотя, конечно, отсутствие каких-либо функций, которыми водитель может орудовать сам, это несколько напрягает. На CR-V я проехал около 500 километров, и машина мне понравилась. По крайней мере, вот этот вот характер, Honda, рулежка цепляющая, она осталась. Есть в ней что-то вот такое, изюминка. В плане опций, да, чувствуется недостаток системы активной безопасности, но в общем и целом все в рамках класса. Машина соответствует своему сегменту. И да, я получил ответ на вопрос, который я задавал в самом начале. Увы и ах, только цена отпугивает покупателей. Потому что даже если сравнивать с достаточно дорогой Toyota RAV4, то разница с CR-V выходит в 100-150 тысяч рублей. Естественно, не в пользу Хонды. На суммах в 2,5-3 миллиона рублей, может быть, это не очень существенно, но это заметно. По сравнению с другими бестселлерами, в частности, Тигуаном и Спортиджем, разница выходит еще больше. И понятно, что люди рублем голосуют за конкурентов. Увы, несмотря на то, что Хонда относится к масс-маркету, в России она обречена остаться эксклюзивом. По крайней мере, на обозримое будущее. Ну а вы, друзья, не вешайте нос. Смотрите наши тесты, премьеры и презентации. Присоединяйтесь к нашему YouTube-каналу, ставьте лайки. Оставайтесь с нами, будьте здоровы, счастливо! Читайте в ноябрьском выпуске журнала «За рулем». Распиливаем аккумуляторы пополам и объясняем, чем плохие отличаются от хороших. Массажер у нового мотора? Да, объясняем все причины. Что выбрать с автоматической трансмиссией? Kia Rio, Skoda Rapid или Lada Vesta? Большой тест шипованных шин. Разница в ценах втрое. Помогаем выбрать самый оптимальный вариант. Kia Seltos с идеальной коробкой. Что взять? Робот, вариатор или автомат? Менять ли бензин АИ-95 на дорогой АИ-98 будет и прок. Советы бывалых. Готовим машину к зиме. Вторые руки. Пятерка BMW серии F10. Skoda Karoq после первых 15 тысяч километров. Революционный грузовик МАЗ-500. Это оригинал или копия иномарки. Москвит-408. Маленькая революция в масштабе СССР. Это и многое другое читайте в ноябрьском выпуске журнала «За рулем». Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...